Здравствуйте, друзья! Сегодняшний наш рассказ о том, как делать печеночку. Вы скажите, какая связь с тем, что в кадре? Связь непосредственная. Гена, что случилось с той печенкой, которая была у гуся, чтобы стало вот это? Что с ней случилось? Гусь долго болел. И мы вынули у него печенку. И сделали ему пересадку печени. Нет, на самом деле, значит, просто берется печенка. Фуа-гре, да? Берется фуа-гре, это сильно сказано. Тем, у кого есть деньги, просто берут фуа-гре, покупают и не морочат себя более. А это наш ответ фуа-гре. А это наш ответ фуа-гре. Я бы даже так сказал, хоть и не грамотно, но красиво. Значит, просто берется гусиная печенка. Вот, отваривается... Мне нравится рассказ гусиной печенки под красную рыбку. Вот. А потом, значит, чуть-чуть морковочки. Вот, чтобы оно... Потом все это перекручивается несколько раз. Так. А несколько раз? А же нельзя один раз нормально перекручивать? Не, можно, конечно, но если хочешь, чтобы было вкусно, лучше перекручивать несколько раз. Будет мягче. Потом, после этого добавляешь туда маслица немножко. Сливочного? Да. Да, сливочного. Сливочного. Вот. После чего все это миксером взбивается. Еще и немножко желток добавляется. А здесь не вот эти желтые вкрапления. Это вот те вот места, где была желтуха вот у этого вот. У печени этого самого страшного гуся. Нет, это желток. Нет, это желток. Желток от яичка. От яичка. Нет, обратите внимание. Смотри, твоя рыба красная, а моя рыба живая. Светочка, давай сделаем вот что. Я возьму маленький кусочек сейчас на чайную ложечку, потому что наши зрители не могут оценить... Только скажи, что победила Света, иначе просто... Да, не могут оценить. Друзья, я на ваших глазах вот отщипываю маленькую штучку. Светочка, иди сюда, пожалуйста, возьми хамеру в руки. Чтобы снять твое выражение лица. Нет, ты пойми, я это... Друзья, я для вас пробую кусочек, чтобы вы могли так как-то... Но за столом мы будем много пробовать. А это отдельное блюдо. Вообще идеальный вариант... Я скажу, знаешь, на что это похоже больше всего? На паштет вкусный. Вот. Ну, те, кто постарше, тем, может быть, доставалось. Были такие... Был венгерский печеночный паштет. Венгерский. И вот это один в один. Вот он по вкусу. Он такой был в металлических баночках. Но здесь тоже... Это фабрика имени Яна Шаркадера. А вообще, по идее, если ты не ленив, то ты отвариваешь дополнительные яйца. Разрезаешь нату, вынимаешь желток. А потом вот в белочек кладешь сверху твоего штука. Ну, это уже выкидывается, да. И получается красиво, да. Фаршированные яйца. Да, да, фаршированные яйца. Ну, друзья, вот, в общем, короче, вещь. Вещь. Гена, последний вопрос. Откуда у тебя этот рецепт? Может быть, тебя венгеры научили при большинстве? Да, вот я как раз оттуда только что приехал, поэтому именно оттуда. Субтитры сделал DimaTorzok